Насколько интересно татарстанцам новогодние спецпредложения банков? Готовы ли они открыть вклад или накопительный счет на особых условиях? Сколько стоят костюмы Деда Мороза и Снегурочки? Какова стоимость аренды этих нарядов? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Гуренова. Здравствуйте. 30% россиян сегодня имеют банковские вклады. По данным ВЦОМ, это максимальный показатель за последние 10 лет. Уровень доверия жителей страны к банкам также является максимальным. Сегодня кредитно-финансовым учреждениям доверяют 46% граждан, тогда как в 2009 году так отвечали лишь 24% респондентов. По словам экспертов, такая динамика связана с нынешними высокими процентами по депозитам на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Граждане несут деньги в банке, чтобы сберечь их от инфляции и получить пассивный доход. До роста ключевой ставки предпочтение отдавалось накопительным счетам с гибкими возможностями. После видим явное желание клиентов зафиксировать процентный доход, что выражается в значительном росте количества открытых вкладов. После неоднократного повышения ключевой ставки банки действительно существенно улучшили условия по вкладам. В первую очередь речь идет о краткосрочных и среднесрочных вкладах, так как именно они в основном представляют интерес для клиентов. Клиенты не спешат размещать сбережения на длинные депозиты и стремятся воспользоваться выгодными предложениями на рынке, так как ставки по краткосрочным вкладам сравнялись с уровнем ключевой, а в некоторых случаях даже превышают данный показатель. Тем временем почти четверть жителей по Волжье намерены воспользоваться предновогодними предложениями банков. Накопительный счет на специальных условиях предпочли бы 26% граждан, а новогодний вклад – 11%. Оба варианта устраивают каждого пятого. Как правило, при выборе предновогоднего предложения граждане обращают наибольшее внимание на ставку. Отметим, что 33% опрошенных абсолютно равнодушны к сезонным предложениям банков. Казанцы стали чаще приобретать костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В этом году спрос на 8% выше, чем год назад. По данному Авито покупка взрослых костюмов обойдется в среднем в 2385 рублей за два костюма, а детские наряды стоят от 500 до 1000 рублей в зависимости от образа. Помимо костюмов Деда Мороза и Снегурочки, особой популярностью в этом году пользуются детские новогодние образы божьей коровки, зайчика, бэтмена, кошки и мальвины. Средняя цена – 400-600 рублей. Из универсальных костюмов наибольшая продажа у нарядов в виде единорогов и единорожек. Купить такой можно за 800 рублей. Также сейчас популярны образы героев из мультиков «Фиксики». Они в среднем стоят по 1140 рублей. Однако далеко не все предпочитают покупать новогодние костюмы. Для многих выгоднее взять их в аренду. Спрос на прокат праздничных костюмов в целом к середине декабря вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Наряд Деда Мороза можно взять в аренду со всеми необходимыми атрибутами. От посоха и мешка с подарками до кокошника Снегурочки. В среднем прокат одного комплекта стоит от 1500 рублей. Заметнее всего, год к году вырос спрос на аренду костюмов символа наступающего года – дракона. Так, его берут на прокат на 99% чаще, чем в прошлом сезоне. Также внезапно в лидеры выбился костюм Тора. Россияне активно арендуют его доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На третьем месте по доле спроса – костюм медведя. А на четвертом – девочки Маши из той же всем известной сказки. Аналитики Авито также отмечают значительный рост спроса на пошив и ремонт новогодних костюмов. Ателье активно принимают заказы, если вам нужно подшить готовый наряд или создать свой уникальный костюм. Средний чек от 300 рублей за ремонт костюма и от 2000 рублей за пошив. Татарстан занял 26 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Согласно исследованию РИА Новости, почти 19% семей в республике могут позволить себе купить и содержать недорогую машину стоимостью 1 миллион рублей в кредит. А вот доля семей, которые имеют возможность приобрести и обслуживать авто стоимостью в 2 миллиона 600 тысяч рублей в кредит, составляет менее 5%. Отметим, что за 10 месяцев этого года в Татарстане выдали автокредитов на общую сумму почти 46 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале Татарстан 24 каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на ютуб-канал Татарстан 24 в раздел новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин